Отборочные матчи в Азии завершились крупными результатами 7-0, 5-0 и даже 14-0. Было 3 покера. Начинаем обозревать итоги третьего тура с первой группы. Сборная Китая громит Гуам, забив в их ворота 7 безответных мячей. После чего у Народной Республики увеличилась победная серия до 4 матчей подряд во всех турнирах. Интересный факт, эти сборные впервые увиделись на футбольном поле между собой. Янг Ху из клуба Тяньцзинь Судзянь оформил покер. Возможно, вам знаком Улей. Он также забил в этой игре. Поклонникам украинской Зари и российского ЦСКА он точно известен. Фиксируем и очередной гол Кордоза Элкисона. Параллельно матче также была прогнозируемая победа. Ее добыли сирийцы в поединке с Мальдивами 2-1. Забегая вперед, скажем, что в этом туре была всего лишь одна ничья. Одна победа гостей, остальные все матчи завершились в пользу хозяев поля. Кто смотрел прошлый обзор на спортивном, тому известен Аль Сома из Аравийской премьер-лиги. 30-летний форвард отметился за Сирию во втором туре к ряду, причем второй раз у него дубль. Надо отметить и то, что победители этого матча получили удаление, после чего сразу пропустили гол. В истории этих сборных Сирии и Мальдив дважды был зафиксирован счет 12-0. Мальдивы это своего рода европейская сборная Сан-Марина. Итак, Сирия и Китай набирают по 6 очков из 6 возможных, у Филиппин 3. Мальдивы и Гуам провели по 3 игры уже. 15 октября следующие поединки. Филиппины-Китай и Сирия-Гуам. Переносимся в группу B. Здесь также был крупный результат. Австралия уничтожает Непал 5-0. Наверное, когда они играли в океане, постоянно побеждали с таким же счетом. Джейми Макларен, представляющий Мельбурн-Сити, автор хитрика. Кто смотрел ролик на спортивном под названием «Кто владеет английскими клубами?», там рассказывалось о том, что у Мельбурн-Сити и у клуба Манчестер-Сити один и тот же хозяин. Австралия неудачно провела летом свой матч с Южной Кореей, поэтому у них победная серия невелика. Она состоит всего лишь из двух матчей. А вот поединок Иордании и Кувейта завершился в ничью 0-0. Что-то мне подсказывает, что эти сборные и поборются за вторую строчку в этой группе. А выходят в следующий этап, напомню, 12 команд, 8 победителей и 4 лучшие команды, среди занявших вторые места в каждой группе, конечно же. Итак, видим следующую картину. Австралии насчитывается 6 очков, у Кувейта и Иордании по 4, однако Кувейт провел на одну игру больше. Непал выиграл одну игру, 3 пункта, у китайского Тайбэя, который пропускал третий тур, 0 очков. Вы же не забывайте оставлять свое мнение, кто же фаворит каждой группы. В ближайших встречах увидим матчи Тайбэя и Австралии, а также Иордании с Непалом. В следующей группе участвуют Иран и Камбоджа. Их встреча завершилась нетипичным для современного футбола счетом 14-0. Еще бы, ведь Иран – лучшая сборная Азии, 23-е место в рейтинге FIFA. Камбоджа там восседает на 169-й позиции. Справедливости ради, нужно сказать, что у Камбоджи был шанс размочить счет, но после перерыва они не реализуют пенальти. По итогам игры у победителей 27 ударов по воротам, у проигравших всего 2. Отмечаем Азмуна из «Зенита», у него хитрик. Карим Ансарифарт из чемпионата Катара оформил покер. Последняя встреча этих сборных датируется полувековой давностью – 47 лет назад. Иранцы выиграли скромнее 2-1. В матче Ирака и Гонконга также был незабитый пенальти, но даже без него иракцы выиграли 2-0. Ворота гостей арбитр из ОАЭ поставил, получается, 2 пенальти. Гонконг не может выиграть на протяжении 4-х своих игр. Смотрим сейчас таблицу. Иран начинает потихоньку отдаляться от соперников. Уверяю вас, в конце группового этапа это расстояние будет значительным. Ирак и Бахрей набрали по 4 очка. Гонконг и Камбоджа добыли по 1 баллу. В четвертом туре Ирак на выезде встретится с Камбоджей. А в центральной игре будет битва в Бахрейне, куда пожалуют лидеры группы. В четвертой группе Узбекистан добыл свою первую победу. Команда дома, как и 22 года назад, забивает Йемену 5 голов, но на этот раз ворота своя стояла в неприкосновенности 5-0. Гости после этой игры продлили свою безвыигрышную серию до 5 матчей к ряду. Отметим, что в истории этих сборных было 5 игр и все завершились в пользу Узбекистана. Во второй игре ворота Сингапура был назначен пенальти. И что ты будешь делать, он тоже не забит. Но Саудовская Аравия смогла провести ворота соперника 3 мяча 3-0. Напомню, что тренируют эти две сборные иностранцы, француз и японец. Асири из местного чемпионата, автор дубля. Знаете ли вы, что Аравия выиграла впервые за последние 7 месяцев? Последний раз в марте они обыгрывали экваториальную Гвинею. Итак, Саудиты и Сингапур делят первое место. У них по 4 очка. Но выше Аравия за счет личной встречи и за счет лучшей разницы голов, конечно же. Узбекистан и Палестина имеют по 3 балла, у Йемена 2. В следующий раз Сингапур примет Узбекистан, а Палестина – Аравию. Переходим в экватор и попадаем в группу И. Катар на выезде одолел Бангладеш. Опять скажу, что в третьем туре это единственная гостевая победа. Вновь сталкиваюсь с комментариями, а что же здесь делает Катар? Дело в том, что этот отбор на чемпионат мира совмещен с отбором на будущий Кубок Азии. Поэтому сборная Катара здесь борется только за попадание на Кубок Азии. Во второй игре этой группы Аман оказался сильнее Афганистана 3-0. Афганистан никогда в своей истории не забивал даже этой команде. Очень много крупных результатов. Но что будет в следующей группе, узнаем как только закончим с этой. Абдул Аль Макбади из чемпионата Амана принес своей сборной победу. У него дубль. На данный момент у сборной Амана 6 выигрышей подряд в различных турнирах. Таблица. У Катара поражений нет. 7 очков. Аман на втором месте. Афганистан отстает на 3 пункта. У Индии и Бангладеша все плохо. В следующий раз аутсайдеры сыграют между собой. Игра пройдет в Калькуте. Катар же примет прямого конкурента Аман. Группа F. В первом матче рассмотрим тех, кто выиграл первый тур. Итак, Монголия не смогла устоять под натиском японской сборной. И сдалась при счете 6-0. Хотя в футболе сдаваться нельзя, конечно. В этом матче все 6 голов забили разные футболисты. Япония не проигрывает на протяжении 5 матчей. 3 победы и 2 ничьи. Кыргызстан встречался с Мьянмой. Вы уже видели гостевую победу и видели ничью. Соответственно, остальные матчи выиграли хозяева поля. Кыргызстан разгромил оппонента 7-0. Их прошлая встреча, которая состоялась в 2018 году, закончилась 5-1. Эдгар Бернхарт забил трижды. Шукуров сделал дубль. Один выступает в Польше, второй в Турции. Нельзя сказать, что Мьянма явный аутсайдер. Были у них поражения и 2-0, и 3-0. Но таких крупных не было 4 года после разгрома от Кувейта 9-0. Япония и Таджикистан возглавили эту группу. У них по 6 очков. Обе сборные еще не пропускали. Кыргызстан и Монголия делят третью и четвертую строчку. У них по 3 очка. У Мьянмы минус 10. Расписание четвертого тура. Монголия встретится с Кыргызстаном, а Таджикистан, отдохнув, примет Японию. Вьетнам, которому нужна была победа, минимально одолел Малайзию. Последняя их победа была еще 5 месяцев назад и тоже 1-0 над Таиландом. Для Малайзии Вьетнам неудобный соперник, так как за последние 5 встреч обыграл их в четвертый раз. ОАЭ выносит Индонезию 5-0, увеличив свою беспроигрышную серию до 6 поединков и выходит в лидеры группы. Кстати, за этот беспроигрышный период арабы выиграли трижды с крупным счетом. Али Мабхуд сделал хитрик. В прошлом туре ворота Малайзии он забил дважды. Выступает он за клуб Аль Джазира, первый дивизион ОАЭ. Последняя встреча между этими странами прошла 23 года назад и тоже завершилась в пользу Арабских Эмиратов. ОАЭ имеет в таблице 100% результат, 6 очков. Таиланд и Вьетнам претендуют на вторую строчку, у них сейчас по 4 очка. Малайзия набрала 3 пункта, Индонезия проиграла все три стартовые игры. Индонезия в следующий раз сыграет с Вьетнамом, а самая интересная игра пройдет между Таиландом и ОАЭ. Все матчи во все группы в один и тот же день. Что не группа, то разгром. Южная Корея ждала в гости Шри-Ланку. Угадайте, какой здесь счет? 8-0. Веселый отбор в Азии. Шри-Ланка это европейский Гибралтар. Сейчас у них 5 фиаско подряд. За корейцев дважды забил Сон Хэн Мин из Тоттенхэма. Также на его счету голевая передача. Однако героем игры стал Ким Син Ук. В его активе 4 мяча. Этот футболист представляет китайский Шанхай Шэнь Хуа. Уверенная победа Южной Кореи, которая имеет беспроигрышный отрезок из 7 игр к ряду. Ливан в очной игре переграл Туркменистан 2-1. Некоторые азиатские футболисты играют в Европе. Мы уже говорили про Турцию и Польшу. Вот и автор первого мяча Эль Хельви также выступает в Европейской лиге в Германии, но только в третьем дивизионе. Южная и Северная Корея выступают в одной группе и обе набрали по 6 очков. Вот это да. Туркменистан и Ливан отстают на 3 очка. Но понятно, что это только начало квалификации, шансы еще не потеряны. У Шри-Ланки грустный 0. 15 октября вам нужно отпроситься с работы или с учебы, ведь будет веская причина. Между собой играют две Кореи. Начало в 11.30 по московскому времени. Думаю, начальник поймет. Во второй же игре Шри-Ланка ждет Ливан. Нужно показать и тех, кто на данный момент является самыми успешными в данной квалификации. Напомню, что по правилам АФК этих команд должно быть 12. Итак, вот 8 лидеров групп. Китай, Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Япония, ОЭ и Южная Корея. Воистину, самые сильные сейчас в Азии. И 4 лучшие команды среди вторых мест. Это Сирия, Оман, Таджикистан и Северная Корея. Самые внимательные заметили, что за 16 игр было только одно удаление. Завершим списком лучших бомбардиров. Мабхуд из Объединенных Арабских Эмиратов забил 5 голов. Столько же у Ан Сарифарда из Ирана и Янгху из Китая. Ставьте лайк, если выпуск вам понравился и был полезен. Также через несколько дней мы подведем итоги октябрьских игр в азиатском отборе. И расскажем о матчах четвертого тура. Услышимся на спортивном.